приветствую вас на моем канале в данном видео я расскажу и покажу как связать вот такое платье это платье интересно тем что его можно связать абсолютно на любую куклу лишь регулируя длину начальной цепочки а также получить множество вариантов расцветки меняя нить и количество цветов я буду вязать платье вот на такую куклу тело этой куклы вы можете связать по моему бесплатному мастер-классу расположенному на моем сайте smallydolls.ru там расположена русская версия текстовый вариант и видео с озвучкой на русском языке также на моем youtube канале есть мастер-класс по этому телу без озвучки который будет понятен на любом языке для вязания этого платья я буду использовать крючок 1 миллиметр и пряжу хлопок ирис от гамма определитесь сколько цветов вы хотите использовать для платья расположите клубки в том порядке в котором вы хотите менять нить я начну вот с этого и буду изменять в эту сторону берем нить первого цвета и начинаем вязать платье с цепочки из воздушных петель размер цепочки определите так цепочка должна проходить по линии грудной клетки выше груди под мышками и по спине куклы замкните цепочку в кольцо при помощи соединительного столбика на мастер-класс по с finished с это песком 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 и 5 0 0 не приправления об заší слово в том порядке в данном случае что вы хотите вам добавить, что занимаетесь мастер-класс по безу, вам нужно выбирать мастер-класс по безу и большому стону. Вам нужно обязательно было обязательно убрать, чтобы использовать во все но в обаче никогда не нужно было приблизительно переместить. начинаем вязать первый ряд, набираем 3 воздушные петли делаем накид и в следующую воздушную петлю цепочки провязываем столбик с накидом делаем накид и в следующую воздушную петлю снова провязываем столбик с накидом снова делаем накид и провязываем 3 столбик с накидом и таким образом продолжаем вязать по кругу в каждую петлю цепочки провязываем столбики с накидом и закончите ряд соединительной петлей в третью петлю из трех теперь начинаем вязать уже основной узор, провязываем 3 воздушные петли и в столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида 3 воздушные петли и в следующую петлю столбик без накида снова 3 воздушные петли и столбик без накида и так продолжайте вязать по кругу этим узором до последней петли когда вы довязываете до конца ряда вяжите столбик без накида в последнюю петлю здесь никакое соединение делать не нужно продолжаем вязать этим же узором следующий ряд будем вязать теперь вводя крючок в эту арку потом в следующую арку и так будем продолжать вязать в арке полученной в предыдущем ряду провязываем 3 воздушные петли и вводим крючок в первую арку провязываем столбик без накида вяжем 3 воздушные петли и под следующую арку заводим крючок провязываем столбик без накида снова делаем 1 2 3 воздушные петли и столбик без накида в следующую арку продолжайте вязать таким узором получится вот такая сеточка вяжем до конца ряда если вы хотите несколько таких рядов одного цвета или вы вяжете например все платье одного цвета то просто продолжайте вот так по кругу вязать по спирали без конца ряда единственное я еще расскажу про увеличение петель потому что чуть позже нужно расширять платье если вы как я меняете цвет то сейчас в конце следующего ряда я покажу как менять цвет когда вы дошли до конца ряда где хотите сменить нить вот у меня следующая петля в которую я буду вязать следующий столбик без накида я вижу также 3 воздушные петли 1 2 3 ввожу крючок в эту арку захватываю нить как при вязание столбиков получается у меня две ниточки на крючке и беру нить другого цвета которым я буду вязать следующим оставляю кончик чтобы потом связать эти кончики вместе захватываю нить и довязываю столбик без накида протягиваю через две петли на крючке теперь ту нить я обрезаю и вот эти два кончика просто связываю на двойной или тройной узелок так чтобы он остался изнутри платья после чего эти ниточки можно подрезать теперь вяжем дальше уже новой нитью продолжаем этот же узор начинаем вязать точно также 1 2 3 воздушные петли и следующую арку предыдущего цвета провязываем столбик без накида снова 3 воздушные петли и в следующую арку снова столбик без накида 1 2 3 и столбик без накида и так продолжаем вязать до конца этого ряда еще ряд и еще ряд этим цветом я делаю 3 ряда и меняю на следующий цвет снова 3 ряда и на следующий цвет меняю и ориентируйтесь по передней части куклы как только вязание доходит до талии где расширение в бедре здесь я остановлюсь и покажу провязала 4 цвета по 3 ряда 3 3 3 и 3 примерно у меня получается как раз до талии в этом месте мне нужно расширить вязание чтобы платье было шире и здесь я буду вязать уже по 4 воздушные петельки и продолжаю тот же узор столбик без накида в арку снова 1 2 3 4 и столбик без накида в следующую арку 1 2 3 4 и столбик без накида и так довяжу ряд до конца этим цветом у меня получается 4 ряда 3 3 3 и 4 ряда с желтым теперь я меняю нить аналогичным образом на следующий цвет и еще на следующий цвет вяжу 4 снова ряда по 4 петельки довязываю примерно вот так и перехожу на 5 петелек теперь здесь меняю вместо 4 я вяжу по 5 петелек в цепочке и последним цветом довязывайте столько сколько вам нужна длина платья учтите что сзади платье будет чуть длиннее вот так и так все это на ваше усмотрение этого цвета я свяжу 4 ряда этого 5 рядов а последним цветом я уже буду делать обвязку платья внизу встретимся на обвязке платья вот так примерно у меня выглядит платье и у вас должно получиться что-то похожее такой длины мне достаточно и мне остался один цвет чтобы обвязать низ платья я покажу тот узор который я для себя выбрала вы можете в принципе по желанию другим узором я заканчиваю предыдущим цветом вязание 1 2 3 4 5 ввожу в арку и меняю цвет на последний у меня это темно зеленый цвет снова оставляю кончик и довязываю новой нитью столбик без накида кончики эти снова нужно связать между собой и запрятать можно в следующем ряду эту ниточку я отрезаю и продолжаю вязать набираю 3 воздушные петли 1 2 3 делаю накид и сюда же в эту арку провязываю столбик с накидом снова делаю накид и теперь уже в следующую арку провязываю столбик с накидом сюда же еще один столбик с накидом и третий раз делаю накид и провязываю столбик с накидом теперь делаю 3 воздушные петли снова накид и снова в эту же самую арку провязываю столбик с накидом накид еще один столбик с накидом снова накид и еще один столбик с накидом накид нахожу следующую арку и в нее провязываю столбик с накидом второй столбик с накидом и третий столбик с накидом 3 воздушные петли накид снова в эту же арку столбик с накидом еще один и еще один столбик с накидом еще один столбик с накидом снова делаю накид и ищу следующую арку и точно таким же образом я провязываю 3 столбика с накидом в одну арку 3 воздушные петли и еще три столбика с накидом таким образом в каждую арку у нас получается следующий узор 3 столбика с накидом 3 воздушные петли и три столбика с накидом довяжите таким узором до конца ряда и нужно будет присоединиться соединительным столбиком с 3 петлей цепочки и таким образом вязание платья мы заканчиваем вот так на данном этапе она у меня выглядит и нам осталось сделать завязки чтобы она выглядела нормально нормально и по желанию можно сделать рукава посмотрите какой цвет у вас идет под грудью чтобы этим же цветом сделать утяжки я буду делать вот этим третьим цветом просто свяжите цепочку из воздушных петель такой длины чтобы сзади еще оставались завязки будем делать бантик сейчас скажу довяжу цепочку и скажу какое количество петелек у меня получилось ну а вы ориентируйтесь на свою куклу получилось у меня 100 петелек ровно я сделала этого будет достаточно и начинаем ее прокладывать эту цепочку можно вот так крючком это делать через петельку прокладываем начинаем спереди под грудью так 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 чуть-чуть не доходя под мышки начинаем поднимать на один ряд вверх прокладываем туда нашу цепочку и таким образом постепенно мы поднимаем цепочку к верху платья теперь я еще раз поднимаю на один ряд выше я делаю один стежок с подъемом и один стежок с подъемом и один стежок с подъемом в том же ряду теперь еще на ряд поднимаю и снова в том же ряду еще один стежок теперь еще на ряд поднимаю и к центру спины мы должны оказаться на верхнем ряду в самом первом ряду в котором мы начинали вязать этот узор в сеточку то есть вот так по касательный вверх мы аккуратно поднимаем теперь со второй стороны аналогично второй кончик поднимаем аккуратно постепенно до этой же точки и здесь заканчиваем теперь затягиваем тянем просто за эти кончики и завязываем бантик и у нас получаются такие складочки помогите пальцами просто поправьте эти складки сделайте так как вам нравится можно больше складок спереди сделать можно сзади как у меня на этой кукле и если хотите можно сделать вот такие маленькие рукавчики сейчас расскажу как возьмите нитку цветом которым вы вязали первый ряд и присоединитесь в районе подмышки впереди руки присоединяем ниточку сюда закрепляем я одной воздушной петелькой за обе нитки и дальше вяжу цепочку из воздушных петель уже за одну нить количество петелек определите сами просто примерьте по плечу у меня получается 10 петелек 5 6 7 8 9 10 10 и сзади прикрепляемся при помощи соединительного столбика в петлю за рукой вот так теперь я делаю еще пару соединительных столбиков просто цепляя уже само платье в сторону низа ближайшего петельки цепляю и провязываю соединительный столбик и еще разок вниз прокладываю и провязываю соединительный столбик теперь делаю накид вяжу крючок в петельку цепочку и провязываю столбик с накидом снова делаю накид и в ту же самую петельку провязываю второй столбик с накидом делаю воздушную петлю в ту же петельку снова накид снова накид теперь в следующую петлю цепочки снова провязываю столбик с накидом и второй столбик с накидом в ту же петлю воздушная петля и опять в следующую петлю я провязываю два столбика с накидом раз и туда же два таким образом провяжите такой узор до конца два столбика с накидом в одну петлю и воздушная петля когда довяжите до конца в каждую петлю присоединитесь в этом месте к платью соединительным столбиком нить закрепите и обрежьте и спрячьте и аналогично свяжите рукав с другой стороны вот такое платье получается сзади немного длиннее бантик подправьте все отмечайте меня в инстаграм когда будете выкладывать свои платья связанные по этому мастер-классу а также в контакте или в фейсбук для такой куклы также есть у меня мастер-класс по другому платью приходите на канал и спасибо за просмотр